для бога и мы поэтому отвечаем на вопросы у нас большие системы есть такие ресурсы сказать в интернете свой видеоканал в ю тубе называется во свете библии игнатий лапкин это огромный ресурс ему равных нету наших роликов там 19 с половиной тысяч роликов общий просмотр 45 миллионов так что можете зайти посмотреть там на все вопросы какие задают я отвечаю студентом я много в университетах вел занятия радиопрограмма у меня 38 томов книг вышло и мы библиотеке мира подарили 650 городов прошли живу бернауле дошли во владивосток а лиссабона скандинавия прибалтику для бога это все для бога во имя бога я его люблю христос за меня умер и поэтому бог открывает сердце видеть нужду людей вот если желаете встретиться это место разврата всяких гнусности позора сквернословия со словом божиим для свидетельства что будет суд божий о котором лермонтов писал рассказать людям самую великую самую великую радостную весть возвещаем что иисус христос спаситель мира родившийся 2020 лет назад умер за наши грехи распятый прибитый пролил кровь своего оставления наших грехов и в третий день воскрес каждую неделю воскресенье понятно воскресенье там не гитлер не ленин не воскрес а христос я слышу вот я просто атеистического толка ну атеистического что оно означает если буквально то есть воюю против бога а какой если бы ну то есть бога нет другой возьмите вариант просто безбожье не надо этими словами прикрывать я не верю в существование не так то написано вот библии три тысячи лет назад солом 13 говорит сказал безумец сердце своем нет бога они развратились но просто дело в том что библия написана не три тысячи лет назад давайте уж по честному она переписывалась и был собор где была новая тортовка библии и ее переначивали поэтому это вы от мусульман нахватались от мусульман нахватались переписывалась это просто история это не история это жизнь жизнь переписывалась люди вы знаете как переписывалась послушайте послушайте маленько. Послушайте. 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 Вы это еще мелетит, это все известно. Главное, свобода грех делает. Безбожник умер, ничего нету. Понятно же, что безбожник не может быть нравственным. Он негодяй. Он изменник. Разведет за женой. Аборты делают. В стране у нас в Российской Федерации в Российской Федерации за перестройку сделано 120 миллионов абортов. Что доказывают? Да бога нет, страна исчезает. Я безбожник. А безбожник это негодяй. 99% преступления на них падает. Слушайте, пожалуйста, я не безбожник. Не нужно говорить такие вещи. Я просто говорю о том, что я не разделяю ваши точки зрения. Да не моя точка зрения. Вы умирать-то будете? Отсюда исходите. С чем предстанете на суд Божий? А ничего нету. Так нету. Два миллиарда двести миллионов христиан верят в суд Божий. По вашему пониманию. Да нет, не мое понимание. Знаете, вот, вот, два миллиарда верят в то, что будет суд Божий. Два миллиарда двести миллионов христиан. Два почти миллиарда этих конфуциальных... А буддизм? Я буддизм говорю. Безбожников на земле только 8%. Но на них падает 99,9% преступлений всего мира. Но вы глупость говорите. Я глупость говорю, когда я живу этим. Я заплатил дорогую цену за мою веру. Я понимаю и я очень сочувствую вам, что вы заплатили у собой стоимость за свою веру. Я гулаг прошел. Гулаг прошел советский. Вы не могли советский гулаг пройти, потому что вы по возрасту не пройдете. Вы должны были быть там ребенком. Я говорю, что гулаг никуда не делся. Вы этого не понимаете. Я освободился только в 87-м году. За слово Божие. Теперь, как политзаключенный реабилитированный. Это глупость и неправда. Вот. Неправда. Неправда, это ложь. Ложь. У нас ложь, смертный грех. Вы зайдите на наш Ютуб и увидите, кто я, что мы делаем. Вы говорите глупость сейчас. Вот все, что вы делаете. Вот видите, вы говорите, как вот обкуренный человек какой-то такой безвольный. Тут почти все такие. Еще я не вижу разницы. Я с людьми работаю. В пяти университетах вел занятия. Если вокруг вас говорят, что небо голубое, а вы утверждаете, что оно черное, то, наверное, нужно обратить внимание на себя. Не надо, не надо говорить черное. мы видим, что делается со страной. Дети непослушные. По суициду почти первое место в мире занимают. 120 миллионов абортов. Страна проглощенная. все хорошая революция. Менделеев говорил, если нормальная Россия будет развиваться, к 2000 году нас будет 650 миллионов. А нас 150 нету. Полмиллиарда сажал сатана. А я неверующий. Сколько раз разводились? Возьмите. Сколько раз матерились? Пили. Для того, чтобы у нас в России было 650 миллионов, должно пройти как минимум наверное лет 200. это просто из-за того, что как мы... Ладно, ладно, ладно. С похмелья еще не то можно нагородить. Я говорю данные, которые на развороте Комсомольской правды написаны. А вы верите Комсомольской правды? Я верю, потому что это выкладки Дмитрия Ивановича Менделеева. Ой. Ой. Так. Так, о Боге вы не желаете слышать. О Боге не желаете. Всего хорошего. До свидания. А хорошие... Да. Сколько лет? Ну, сколько лет? Ну, скажи 1500. Что изменится-то? Я христианин. А вы должны спросить, чем мы можем быть полезны друг для друга? У вас вопрос-то как обкуренный. Что попало? Сколько лет? Где живешь? Вы спрашиваете то, что для души полезно? Сколько лет? Сколько лет? 81 год. Да, ну... Что, ну? Что? Думаешь, что больше? Я думаю, в России не доживаю до стрякового возраста. А я еще ни одной таблетки не съел. Меня Господь, Бог мой, спасал. За слово Божье я прошел в ГУЛАГ пять тюрем и лагерь смерти. В 87-м только освободился. Серьезно? Серьезно. Зайди на наш YouTube-канал, там все заснято. Мы мы единственные в Российской Федерации строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А за что свидетельствует? За слово Божье 190 прим. Я единственный в России, который 50 книг аудио насчитал и распространил религиозную Библию. Но среди этих книг я распространил архипелагу ГУЛАГ Солженицына первой в стране и написал стихотворение о Ленине. У меня 4 тома стихов моих по 800 страниц. Я там Ленина назвал бандитом и людоедом. Правильно. Что неправильно-то? Это он... Правильно, правильно. Ну вот. Власти это было не угодно. А Путин-то? А Путин-то? Кто? Зачем мне... Я говорю то, что сегодня есть правительство отправило в отставку вчера. Полностью. Ну вот и все. Мы должны молиться о них. Результаты мы увидим после. Или наше поколение только не захватит. Мы знаем только одно. За время перестройки в Российской Федерации уничтожено в утробе матери 120 миллионов абортов. Почему? Бога нет. А раз Бога нет, твори, выдумывай, пробуй. Сегодня у мусульман в среднем в семье 8,1 ребенка, а у русских 1,8 все непонятно. Так с чему дело идет? Умираем. Мы свидетельствуем о том, что Иисус умер за грехи людей и воскрес, чтобы люди покаялись, жили для Бога, жили радостно, интересно, без ропота. Слава Советскому Союзу! Вы можете считать? Да, сейчас прочитаю. так по-русски переведи. Будет воля Божия твоя Аллах един и разная. Почему все по-разному переводят? А у меня вышло из печати 38 томов книг и один том посвященный этой книге. Я делаю сравнение с Библией и все, что у них о мусульманах было сказано политиками мира, поэтами за 1300 лет. У нас была миссионерская поездка и в Баку мы ночевали в доме у Мулы. А есть хоть одно доказательство то, что Бог существует? Что как? Есть хоть одно доказательство, что Бог существует? Что Бог всесилен или что? Существует. Существует Бог? Ну а то, что ты есть, что у тебя глаза, брови, нос, это разные доказательства? Нет. Это эволюция. Эволюция. Значит, комар и слон это одно и то же. Эволюция. Из комара слон получился. Ну что вы дурите-то? Это разные ветви эволюции. Какие ветви? Почему сегодня нет этих ветвей? Ни одна бабочка в червяка не превратится. Хотя бывает в зачаточном состоянии куколка. Вот не превратится где. Везде написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, дух Божий носился над водой и сказал Бог, да будет свет и стал свет. Был вечер, было утро, день один. Об этом мы считаем в Евангелии от Иоанна. Он говорит, в начале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Хоть одно научное доказательство, что Бог существует при визите? Какое? Любое исследование показывает, само по себе не могло возникнуть. Откуда разум у человека? Могло. Откуда разум и совесть? У природы этого нет. Природа дать не могла разум человеку. Ни одно животное, ни одно насекомое не имеет. Без Бога... Это и есть эволюция. Конечно. Эволюция разум не может дать, потому что его нету. В эволюции верят только те, кто привык жить в грехе, чтобы умер, ни за чего не отвечать. В суд Божий верят 2 миллиарда мусульман. 2 миллиарда 200 миллионов христиан. Причем если мусульмане? Причем если мусульмане? Это вообще... Что? Люди третьего мира. А они верят, что Бог сотворил. По-своему называют. А что само по себе? А? Ну, вы просчитайте. Пятая сура. 47-66 аяты. О чем говорят? Они говорят о том, что эволюция. Да нет этого слова даже в Библии. Эволюция. Что вы будете читать? Вы будете читать... Это книга создана человеком. Книга человеком. Написано. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Эту книгу писали обычные люди. 40 лет. Избранные Богом люди в течение 1600 лет. И ни одного противоречия. Ни одна буква не утеряна. Это сейчас неэволюционный прогресс. И люди бы не отказались от Бога и пошли бы по науке. Вы бы сейчас не сидели с ними, ни у тебя в ледке не разговаривали бы. Следовательно, Бог не существует и я зачастую. Написано. Я говорю то, что сейчас материться начнешь, скверную откроешь. Раз Бога ты не веришь, так и умрешь, в ад пойдешь. Уверен в Бога. Господь дал закон свой, по которому нужно жить. И мы свидетельствуем, грядет суд Божий. И самая радостная вещь, что Иисус умер за грехи людей и воскрес третий день. И зовет всех к покаянию, чтобы жили по-божески. А что ты валяешься-то? Что спросить, ничего же не знаешь. Для чего живешь? Не ругаться. А то завтра стыдно будет. Я что ж живу? Я живу. Я отдыхаю после работы. Первое решение. Мы пришли сюда по повелению Божьей. Он говорит, идите, Господь, по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И мы пришли, чтобы возвестить волю Божьей, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания в третий день. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова